Привет! Спасибо, что смотрите мой канал. В этом видео будет много всего интересного. Во-первых, я разыграю вот эту монету. Среди всех тех, кто оставил комментарий в моем видео про тетродрахму, продалась моя монета на аукционе Виолити. Вот, друзья, деньги. 4 950 гривен за эту сумму ушла данная тетродрахма. А тот, кто написал просто комментарий, получит вот такую вот тетродрахму, копию этой монеты. И сейчас дальше я эту монетку разыграю. Так что продолжайте смотреть. В этом видео я распакую три посылки. Я покажу вам то, чего нет ни на одном нумизматическом канале. Так что, если эта тема интересна и хотите увидеть ораритеты и редкие монеты, обязательно смотрите дальше. Также у меня есть группа в Телеграм, в которой я выкладываю свои видео, как только они выходят. Почему важно подписаться на Телеграм-группу? Потому что там оперативно выходят мои видеоролики. А иногда у меня есть конкурсы, в которых можно выиграть монету или денежные вознаграждения для тех, кто раньше всего пришел и написал правильный ответ. Так что обязательно подпишитесь, ссылочка будет в описании. Давайте начинать с распаковки. У меня три конверта. Это у нас самая простая. Как вы знаете, я собираю жетоны Луганского станкостроительного завода. Это одно из моих хобби. Вот такой вот премьер-министр. Такой вот жетончик. Недорого обошелся мне. 75 гривен на аукционе. Я думаю, соберу коллекцию таких вот жетонов. Ну, не к спеху, скажем так. Я даже не знаю, какую открывать сейчас. Эту или эту. Давайте начнем вот с этой посылки. Она шла очень долго ко мне. Порядка двух недель. Или больше даже. Из России здесь для меня довольно такие ценные монеты. Точнее, не монеты, а жетоны. Это жетоны, которые собирают Луганского станкостроительного завода. Самое интересное, что здесь находится этот жетон, который можно считать 100 шагами, которые в папке коллекционера есть. И, друзья, это невероятно. Я очень хотел поскорее получить эту посылочку. Тут, конечно, так ее немножко приклеили. Так даже непонятно сейчас, как. Будем аккуратненько отклеивать, чтобы ничего не повредить. Но это просто кайф. Давайте отклеивать, смотреть. Вот он первый. С рифленым гуртом. Логотип моего канала, если вы заметили. И вот такой вот гурт. Просто невероятно. Это на заготовке 50 копеек сделана данная монетка. Также следующий. Здесь Виктория. Вот такой вот гурт. Отличный жетончик. Просто если у вас есть такие в наличии, друзья, я готов с вами поменяться, потому что хочу все в коллекцию. И вот этот жетончик. Тоже очень классный. Просто невероятный. У меня он есть еще с надписью Киев. Я вам показывал недавно в обзоре. Вот в таком вот наборе у меня есть этот жетон с надписью Киев. Гляньте. Полный. Осталось найти мне всего лишь только один жетон, которого у меня не хватает. Сейчас я покажу. Не хватает у меня с гладким гуртом. Так что если у кого есть, друзья, я готов купить даже дороже, чем здесь указан данный жетончик. А теперь перейдем к распаковке вот этой посылочки. Я гарантирую, вы не видели этого ни на одном нумизматическом канале. И сейчас таких активных лотов в продаже нет. Я совсем не люблю, когда заматывает скотчем так, что ты просто не знаешь, с чего начать. Как тебе распаковывать данную посылку. И тут скотч. Боже мой, ну не пакуйте так много скотча, я вас прошу. Что вы видите? Вы видите гривну киевского типа. Да, 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 да. Это гривна киевского типа, которую производил Национальный банк. Вот я не зря достал вот эту упаковочку, чтобы показать вам гривну киевского типа, которую производил Национальный банк Украины из серебра. Гляньте, вот так вот она маркировалась, я показывал на своем канале. Но это не просто гривна киевского типа. Гляньте, они один в один сделаны. Это гривна киевского типа, сделанная из железа. То есть место, где чеканились официально по заказу Национального банка Украины. Вот такие вот гривны. Я покажу вам сейчас разновидности, как их отличать и по стоимости. Какие самые дорогие. Начеканили вот такую вот гривну из неродного металла. Из железа. Гляньте, один в один просто. Вот такое бывает. И есть монеты, которые чеканятся вот так вот непонятно как. И даже в гривны киевского типа. Смотрите, просто гляньте. Какой-то срез она была, заточилась или что с ней происходило. Вот если сравнивать с этим. Давайте посмотрим, какие у нас были. Вот это самые первые гривны киевского типа. Их тираж очень маленький. Там каждая отливалась индивидуально. У них могли отличаться пуансоны, которые чеканили номера. Могла отличаться вот эта вот табличка сама по себе. И, возможно, и вес даже отличался. Они очень дорогие довольно. Потом у нас следующий тип. Они чеканились уже с номерами. С разными клеймами. И давайте посмотрим, какие они бывают клейма. В зависимости от тиража. То есть, начиная с конкретного номера, они у нас чеканились. Вот смотрите, у меня, например, номер 7304. Смотрим, 7304. От 7000 до 8000. Это 2002 год. Вот такое клеймо. И на Харьковском ювелирном заводе чеканилась данная гривна. Дальше у нас был Львовский ювелирный завод. Мы видим вот такие вот клейма. Но где чеканилась вот эта гривна? Конечно, тут никаких клеем и нет. Очень интересно. То есть, конечно, это мог напочеканить реально Харьковский завод и Львовский. Вот все, где была, соответственно, для этой гривны, где для этой гривны были созданы определенные условия. Давайте мы сравним. Просто в другом металле. Можем сказать, что это Харьковский завод сделал вот такую вот гривну. Гляньте. Давайте взвесим, сколько весит оригинальная гривна и сколько весит вот эта гривна. В паспорте написано 161 грамм и 300 миллиграмм. Давайте взвесим. 161. Ну, тут понимать китайские весы. Ну, смотрите. Почти, почти мои китайские весы показали тот вес, который указан. Сколько же весит вот эта? Жизжелезо. 93,32. То есть она меньше. Давайте сейчас по центру попробуем положить. Ну, 93,32. Вот такая вот подделка. Вот такая вот сделанная гривна. Гляньте. Такого явно не встретите сейчас ни у кого обзора, так точно. Ну, а на аукционах я даже не знаю, есть ли так и в продаже. Наверняка, если одну сделали, могли больше сделать. Ну что ж, а теперь давайте разыграем нашу тетрадрахму. Сделаем это в сервисе Liza on Air. Посмотрим, кто же станет победителем. Переходим на специальный сайт для розыгрышей. Liza on Air. Оставляем ссылочку на данный видеоролик. У нас 200 комментариев. 811 просмотров. Ну что ж, определяем, кто победит. Давайте посмотрим. Сейчас какое-то время комментарии обработаются. Ну что ж, я поздравляю вас, природолюб ЮА. Вы получаете вот эту монету. Вы подписаны, как я вижу. И, друзья, продолжаем. Ну что, поздравляем победителя. Я подобные конкурсы постараюсь проводить гораздо чаще. И в следующем видео, во второй части, мы сделаем конкурс с лотом на аукционе Виолити. Вам нужно будет угадать его стоимость. Совсем скоро выйдет этот ролик, в котором я покажу альбом коллекционер, который я купил на аукционе Виолити. Мы его позаполняем. Я покажу, какие редкие монеты и разновидности у меня есть. И также у нас будет конкурс для подписчиков. Нужно будет угадать стоимость продажи лота на Виолити. Так что совсем скоро ждите видео. А лучше поставьте лайк, и видео выйдет очень быстро. До встречи!